Всем здравия! С вами Народное Славянское Радио, Алексей Орлов и Михаил Яйц. Здрав, будь Михаил! Здравия, Алексей! Здравия всем тем, кто нас видит, всем тем, кто нас слышит. Какую сегодня тему мы с тобой будем разбирать? Сегодня у нас тема такая вот скользкая, как голем из Властелина колец. А звучит она доверяй, но проверяй. Или что такое УЦПА? Серьезно какое название? Глубокомысленное? Сложное? Но давай начнем сначала. Причем здесь Голлум, которого ты назвал? И причем здесь ХУЦПА? И вообще, что это нам надо разбирать-то? Какие-то такие интересные веяния и направления из иных народов? Ну, просто сейчас время, мы живем в такое интересное время, что приходится часто обращаться к образам. Как в анекдоте. А кто будет мухлевать, того мы будем, соответственно, по определенной рыжей физиономии наказывать. И вроде как бы никого и напрямую не назвали, но всем понятно, кто тут именно, соответственно, занимается тем, чем надо. Вот поэтому нам придется сегодня в нашей беседе, так сказать, переходить к аналогиям, к сказочным персонажам. Ну, не только, но я думаю, так как у нас люди более-менее уже подготовлены после битвы экстрасенсов и битвы сбора полетов второй части. Так что должны понять вот это не только поверхностное, но и глубинное, то, что мы пытаемся не внести. Вот как-то так. Ну, хорошо, ладно. ХУЦПА – это же все-таки не славянское, не русское. Что это слово-то означает? Для начала надо как-то там разобраться. Да, значит, я нашел страницу в интернете, просто мне было интересно поискать, и я обнаружил, какой момент. Это слово, судя по большому количеству ссылок ведущих, где указывается, что это слово было в Википедии, и там было пояснение этого слова. Но сейчас почему-то в Википедии очень так случайно этого слова нет. Как это в анекдоте говорит, часть тела есть, а слова нет. Вот то же самое получилось. Поэтому мне пришлось идти уже не в Википедию, в которой там это слово исчезло, а идти на страницу, ну, которая вот мне попалась, где было пояснение. И, надеюсь, если они, как говорится, правильно все там записали, то это пояснение взято было из Википедии. Страница была такая. Как говорится, кому надо, может проверять, кому не надо, может так проверить. И там было написано такое. Самый безнравственный метод полемики – это иудейская хуцпа. Дальше идет ниже подробное объяснение от евреев. А что же такое хуцпа? И дальше идет скобка. Хуцпа или хуцпа без «т» – это еврейская борзость или оборзелость. Вот английского хуцпа, чуцпа, ну и так далее. Там польское то самое и итальянское. Дальше. Объяснение слова хуцпа из Википедии. Хуцпа – свойство экстраординарной наглости, нахальности, танства, злости, неотерпимости по отношению к другим. Ну и тут вот идут парочка примеров. Например, парень, ну, это как бы таких полушуточных, но я даже лучше дошел. Парень, которого обвиняют в убийстве своих родителей, просит ухудить несхождение на том основании, что он сирота. Или, например, еще, как бы, такой шуточный пример – выбросить тещу в окно и кричать «дашь вы мама!» Вот. Ну, я начал-то все-таки с персонажей такой вот, есть несколько книг, которые, они уже экранизированы, «Властелин колец» выходили. Но у них есть такая вот книжка, которая называется «Властелин колец. Возвращение короля». И там вот есть интересный такой сюжет, который происходил между двумя главными героями. Это Сэм и Продо, и такого вымышленного персонажа, который имеет сероватый цвет кожи, выпученные глаза и узкий подбородок. Ну и, как бы, генетически его тело тоже, как бы, не сказать, что он прям там аполлонный. Видно, что, как говорится, с генетикой тоже какие-то у этого существа проблемы. Дальше такой момент есть. Вот у экранизаторов голливудских, я не знаю, как так получается, но они иногда выдают такую информацию. Например, вот в фильме есть «Матрица», да, или «Аватар», которая из других источников подтверждается, что вот что-то похожее в мироздании, как бы, такое, вроде как, есть. Так вот, вот этот фильм, если мы берем, то конкретно в этой сцене что происходит? Я могу, конечно, ее зачитывать, но я попробую, все-таки, передать, как бы, смысл, чтобы долго это дело не тянуть. Главные герои, их задача донести определенное кольцо власти до вершины вулкана, кинуть туда в лаву это кольцо, чтобы оно там сгорело, и после этого беды, которые это кольцо способно, ну, оно приносит и способно принести еще больше беды, они, соответственно, минуются. Ту землю, ту страну, где происходят события. И вот главные герои, соответственно, несут это кольцо и уже почти принесли это кольцо в горе. Но помимо того, что это кольцо, как говорится, награждает плохими какими-то проявлениями вокруг себя пространства, оно еще способно человека, который с этим кольцом находит, так сказать, общий язык, оно дает ему какие-то плюшки, пряники и силу, и молодость на какое-то время и так далее. Соответственно, многие хотят этим кольцом себе его забрать. И вот, получается, один такой персонаж, там есть вот этот голем, которого я описывал, как-то серое, такое серокожее существо с выпученными глазами. Когда-то это существо было тоже похоже на главных героев, но из-за того, что оно подверглось воздействию вот этого энергии, этого кольца, то оно, во-первых, повлияло плохо в геетическом смысле, и повлияло плохо в том, что это существо стало такое очень... говорит одно, думает второе, делает третье. То есть у нее, как-то сказать, шизофрения, только такая своеобразная очень шизофрения. В общем-то, эта шизофрения настроена на то, чтобы все-таки цель переть это кольцо обратно себе, оно у него, этого существа, так это выдержано прямолинейно, в этом отношении он и не сбивает. И что делает это существо? Чтобы поссорить двоих друзей, которые прошли огромное количество испытаний, друг друга защищали, поддерживали в самых-самых сложных ситуациях. И это существо делает вот что. У одного из этих друзей по имени Сэн, он как хранитель, чтобы легче было главному герою перемещаться, он таскает его, как у этого Дун Кихота, этот Санчо Панца, он его таскает, оруженосец верный, еду, снаряжение и так далее. И вот остатки последней еды этот Сэн несет с собой, чтобы главному герою Фродо, который несет кольцо, было легче идти. Осталось еды буквально очень мало кусочек хлебца. И вот это вот существо голем дожидается, пока уснули Сэм с Тодо, ночью вытаскивает этот кусок хлеба и покрошит немножко крошек на этого самого Носэма, ему на одежду, как будто он взял этот кусочек хлеба и съел. А после этого выкидывает этот хлеб. Утром, соответственно, когда все проснулись, этот серое существо, не могу его товарищем никак назвать, он объясняет, начинает показывая на то, что, смотри, крошки на одежде, соответственно, вот этого Сэма. Соответственно, это Сэм съел последний хлеб, который у нас был. Он, видишь, какой хитрый, какой он товарный, ему нельзя доверять. И, соответственно, продам, смотря на это, он решает, что да, действительно, вот как бы налицо получается фактор. Соответственно, я дальше пойду один. Вот. То есть в этом коротком сюжете показывается суть вот этого понятия, которое называется кутипа. А именно самому сделать какому-то человеку другому пакость. Причем это сделать эту пакость так, чтобы подумали не на этого человека, кто ее именно сделал, а подумали на того, на кого ты хочешь направить вот этот вот негатив от этого поступка, от этой ситуации. Мы, конечно, разбирали очень, как говорится, сейчас такие простые ситуации, но на самом деле ситуации происходят и более, так сказать, более изворотливые, более замысловатые, более хитрые. Но какой момент-то есть? Если бы эти ситуации не находили отклика в сердцах других людей, да, если бы они, говоря так вот простым, так сказать, языком, если бы люди не велись на вот это вот, когда их обманывают, а все-таки пытались разобраться, то бы они находили именно, что действительно в этой ситуации много нестеповок. Надо как бы по-другому пересмотреть свое решение. То, что ты первоначально видишь, может быть не так. Так вот, из-за того, что наши люди доверчивы, есть даже в видах упоминания о том, что вот дарить, старить и берегите Росенов со святорусами, они вот очень-очень люди наивные и доверчивые, потому что в тех мирах, где они жили, предательства, обмана, ну, не было давным-давно. И просто внутреннее вот это развлечение, кривды, лжи и правды сложно у святорусов и Росенов. То есть легко одурманить и обмануть. Но так вот, смотря комментарии людей, когда им вкидывают такую вот подобную дезинформацию, а многие на это ведутся, у меня такое ощущение, что у нас либо все Росенов со святорусами, либо же все-таки вот это дело, оно как-то уже на большее количество нашего славянского населения начинает влиять. И вот хотелось бы, Алексей, чтобы ты еще как бы с примерами из жизни и с пояснением со своей стороны вот этого понятия, вот этих ситуаций и как правильно взаимодействовать с тем, с чего я описывал. Когда тебе пытаются снять сглак и навешать на уши. Вот как-то так. Благодарю. Да, темочка такая, серьезная. И главное, здесь мы не разбираем, хорошо ли это, плохо это на совести или бессовестности тех, кто это делает. Мне даже это не интересует. А меня интересует, как с этим быть. Потому что на самом деле ситуация очень-очень такая склесковатая, на которой многие поскальзываются и оказываются потом в ситуации неприятной. Начинаются распри между родичами, родственниками и братьями. Начинаются упреки. А там, где упреки, там общего дела не построить. А где нет общего дела, там действует принцип «разделяй и властвуй». Где на каждого разделенного находится свой руководитель, который рукой водит, и дурачок разделенный исполняет его волю. И получается, дерутся братья между собой. А кто-то радостный, довольный, из их кармашков вытряхивает последнее. Забирает их барахлишко. А им все хуже и хуже. Они все беднее и беднее. И ждут какого-то доброго царя, ждут какого-то мессию, какого-то посланника, перуна. Ну, кого только не ждут. Но при этом ведутся на все это. Такая беда есть, не надо что-то делать. Ну, так все печально. Надо, наверное, разобрать еще дополнительные примеры. Очень хорошо проявляется это понятие в детском возрасте, среди особенно детей, у которых есть генетическая примесь иных народов. Самый распространенный пример – это когда ребенку хочется съесть что-то сладкое, ну, например, варенье. А мама с папой говорят, варенье не кушай, у нас осталось всего немного, и мы храним его, например, на какой-то праздник. Ну, вот у сестренки будет праздник, мы все вместе покушаем. Но так хочется варенья, что ребенок ничего с собой сделать не может. Он достает это варенье, съедает, а потом понимает, что ему будет за это нагоняй. И надо что-то сделать. Что он делает? Он берет той же самой сестренки, которая спит, ничего не подозревает, мажет кофточку этим вареньем, губы мажет этим вареньем, и эту банку кладет туда, к ней в кроватку. И довольный отправляет спать. Помылся, умылся, все, на нем следов преступления нет. И он отправился спать. А когда все проснулись, увидели, в чем дело, им начинаются вопросы. А как эта маленькая девочка могла достать варенье, могла открыть крышку, могла сделать то, сё, пятое, десятое, ну и так далее. Другой вариант, когда, например, совсем уж маленькие, глупенькие дети, они мажут кошки мордочку. Типа, кошка съела. Ну, всем понятно, что кошки варенье не едят, это не их рацион, и тут все скрывается. Но со временем они взрослеют, со временем становится изощрение, и уже начинают хвастаться друг перед другом о том, как они дурачков вот так вот обвели вокруг пальцев. Вот есть такой анекдот. Встречается, значит, на перекрестке Равин со священником православным. Встречаются они в ДТП. Перекресток не имеет приоритетов, кто виноват, непонятен. Машины у них поцарапаны. Ну, естественно, они звонят в полицию, чтобы к ним приехал добрый дяденька и рассудил, кто прав, кто неправ. Равин стоит, говорит, слушай, ну вот такая ситуация между нашими конфессиями, какие-то постоянно проблемы возникают. Давай как-то мы, может быть, положим конец этим распрям. Давай подружимся. Все-таки святые у нас одинаковые, Библия у нас одинаковая, Ветхий Завет-то вообще Тора. Так что, какие, что нам делить-то? Что делить? Давай вот как-то подружимся. Ну, священник, простой мужик из деревни, говорит, а что, хороший вариант, давай пока все равно стоим ждем, делать-то нечего. Говорит, а давай-ка мы это дело отметим. Как? Ну, говорит, у меня тут чекушечка есть. Давай выпьем по стаканчику за это дело. Ну, русский мужик говорит, ну что ж, надо ради этого дела выпить, давай. Ну, Равин достает чекушечку, два стаканчика, наливает русский за дружбу между конфессиями, между народами, миру мир, ну и так далее. Ну, и выпивает это дело. Равин выливает обратно в бутылочку из своей емкости то, что там было, закрывает и прячет внутрь. Священник русский говорит, слушай, я что-то не понял. Мы с тобой уже за мир, за дружбу пили. Ты что, против дружбы? Нет-нет, я за дружбу. Я просто сейчас гаишников подожду, а потом выпью. Вот из этой же серии. А проявление еще большего нахальства и уже в криминале, оно проявляется в более жутких методах. Ну, к примеру, кто-то кого-то зарезал. И нож торчит вот у него, вот у убитого человека, прямо в сердце. А тот, который зарезал, он начинает кричать, помогите, помогите, человека убили. Тут, значит, кто-то прибегает, совершенно ему незнакомый. Говорит, смотри, смотри, человека только что убили. Что делать, что делать? Скорее нож вытаскивай, может, он еще живой. Этот человек, у него глаза такие квадратные, как так, что-то произошло непонятно. Он хватает, нож вытаскивает, а этот еще громче. Вот он, вот он преступник, смотрите, у него, значит, нож кровавленный в руке, отпечатки здесь. Вот это вот проявление уже криминального. И человек, который вообще никакого отношения ни к одному, ни к другому не имел, проходил просто мимо. Простой человек, он оказывается за решеткой, потому что на самом деле есть свидетель, есть отпечатки пальцев, есть труп, и надо кому-то посидеть. Вот тот, кому надо посидеть, он отправляется в те самые места. Вот это проявление так называемой хуцпы. А потом тот, который зарезал и посадил невиновного человека, он будет ходить и хвастаться о том, что вот какой я молодец, вот так я сделал, вот видите, как я все сумел обрисовать, все сумел обустроить, что теперь я на свободе, а тот, который вообще лох, лол, ничего не понимает, вот он сидит там, где ему надо и сидеть. Вот такие печальные ситуации. Но к чему я это все рассказал? Дело в том, что в славянском мире сейчас это все процветает. Процветает махровым цветом. На сегодняшний момент очень сильно активировались различные слухи, различные какие-то домыслы, которые направлены в том числе на каких-то известных деятелей в славянском мире. И что ж там, ходить-то рядом, и на меня тоже часто какая-то грязь выливается, и на народное славянское радио. И все это по принципу вот той самой же системы обвинений. Гадкой, вообще необоснованной. И что самое интересное, люди обращаются и спрашивают, Алексей, это что, он оправдывает такое было? Если человек просто вливает в пустой стакан что угодно и с этим не может расстаться, потому что это уже стало его, даже если это фекалии, то это говорит о том, что в державе такому человеку особо-то делать и нечего. Ну просто нечего. Ну что с таким будете делать, который не разбирается где сок, а где фекалии? И который пытается этим совсем поделиться. И не понимает ни запаха, ни вкуса. Печально, но это факт. Поэтому этот тест на здравомыслие. Способны ли люди просто верить тому, что кто-то говорит и оставаться в этом невежестве? Или способны все-таки делать какие-то выводы и судить о человеке, как его дереве, не по цветам, не по листикам, а по плодам и результатам, результатам дел его? Дальше. Какие еще есть интересные моменты? Сейчас очень много появляется коммерсантов в славянстве. Коммерсант в славянстве, он живет по принципу цивилизации. Он живет такими устоями, такими принципами, которые всех, кто занимается чем-то похожим с его деятельностью, рассматривает как конкурентов. И естественно, по принципам цивилизации любой конкурент должен быть уничтожен. Любой конкурент ему враг. А в конкурентной борьбе, как говорится, все средства хороши. То есть, там опять же присутствуют признаки хуцпы. Кого-то оболгать, что-то сказать недоброе и так далее. И сейчас, на сегодняшний момент, что происходит? Мы ни с кем не конкурируем. Мы не занимаемся конкуренцией, потому что у нас нет бизнеса. Мы не получаем с этого денег, у нас нет каких-то коммерческих проектов на радио. Но интересные моменты, которые характеризуют тех, которые занимаются чем-то похожим, считая нас конкурентами в каком-то направлении, в какой-то деятельности. К примеру, уже неоднократно ко мне конкретно обращаются люди с вопросом, Алексей, сколько у тебя стоит реклама на радио? Я говорю, нисколько. Как нисколько? Я говорю, ну так нисколько. Если это славянское какое-то направление, которое полезно всему славянскому миру, всей Руси и матушке, то в этом случае мы готовы это показать, рассказать и ни копейки за это не возьмем. Если это не полезно всей Руси и матушке, славянскому миру, то в этом случае мы и крутить это не будем и не будем это показывать. Принцип простой. Есть польза? Показываем, рассказываем, информируем. Нет пользы? Извините, не показываем. Но при этом ни копейки денег мы с этого не берем На что люди искренне удивляются, говорят, ну как же, а нам вот такой-то называют фамилией известного человека в славянстве Он нам доказывал, что ты только и занимаешься рекламой Я говорю, ну это на совести этого человека, очень известного в славянском движении Который уже многим также рассказывает, что Народная славянская радио занимается рекламой Это на его совести, если, конечно, она у него еще есть Но вы же сами убедились, что рекламы у нас как таковой нет, у нас есть информирование и без денег Он говорит, да, убедились Говорю, хорошо, но у вас-то здравомыслие есть, вы могли бы послушать эфиры радио? Вы где-то слышали рекламу? Нет, не слышали Говорю, а почему тогда? Вместо того, чтобы просто задуматься, элементарно включить чуйку, включить здравомыслие Прослушать эфиры, посмотреть записи И сказать тому известному человеку Дорогой мой, а у них рекламы нету С чего этот выруг взял, что они получают деньги с рекламы? Ну вот так же и так То есть люди даже после этого разговора продолжают мне доказывать, что я с них должен взять деньги Говорю, ребята, почему вы мне доказываете, что я с вас должен взять деньги? Мы не берем деньги за информирование людей, если это нужно славянскому миру и полезно Руси С раза десятого до них доходит, что деньги не надо платить Что надо предоставить продукт, который будет полезен слушателям Который будет их развивать, который будет укреплять их дух, развивать душу Взращивать что-то в себе доброе, улучшать этот мир Вот где-то сразу десятого до них это доходит И таких случаев огромное количество Бывают интересные моменты Люди, которые связаны с тем человеком Например, выпускают какой-то новый альбом Дают рекламу о том, что вот новый альбом, нам нужно собрать деньги Говорю, друзья мои, у нас не то чтобы несколько десятков тысяч слушателей и зрителей У нас их больше Приходите, мы с вами проведем эфир Поговорим с вами Послушаем ваши песни Поставим какие-то песни, вы вживую споете И потом скажем, что вот для того, чтобы сделать новый альбом Подравится песня? Подравится? Чтобы сделать новый альбом, необходимо собрать вот такую-то сумму денег Приходите Первый ответ идет «Да» Хорошо Через какое-то время они пропадают Я задаю вопрос Ребят, у нас была договоренность? Вы придете, нет, вам вообще помощь нужна? Ну, понимаешь Причем на других каналах у них выходят встречи Об этом говорят А к нам не приходят И это люди, которые связаны С теми самыми людьми, распространяющими такую информацию Что это? Неужели кривда так сильно забивает мозги людей Что они ничего не понимают, что происходит? И если вдруг кто-то узнает О той деятельности, которую в свое время тот самый человек провел И какие деньги он там себе в карман положил Оставив кое-кого без, скажем так, заработанных денег Они говорят, такого не может быть Я говорю, ну вы вот, посмотрите Конкретно есть указания на это То есть Стакан полон Новое туда залить невозможно Нужно сначала избавиться А избавляться тяжело Это, как говорил удавка Надо сбрасывать кожу А это очень тяжелый процесс Нелегкий Еще вариант Звонят мне люди И говорят Алексей, мы только что встречались С одним очень известным в славянском мире человеком Который нам рассказал О том, что тебя спонсируют Ротшильды и Рокфеллеры Говорю Вот здорово А я об этом и не знаю ничего А что он сказал? Он сказал, что к тебе приходили послы Этих Рокфеллеров и прочих И они сказали Что вот Тебе будут там неограниченные деньги Пожалуйста, получай Говорю, как здорово И что вы по этому поводу думаете? Ну, мы не знаем Человек очень известный В этом направлении В нашем славянском Он рассказывает Про здравомыслие Рассказывает Про много чего интересного Но мы же не можем Ему не доверять Я хорошо говорю А глазам своим Вы доверяете? Говорит Ну, иногда да Я говорю, замечательно Скажите мне, пожалуйста Если нас спонсируют такие Не то, чтобы миллиардеры А управители этой жизни То почему до сих пор У нас нет своей студии? У нас нет качественной аппаратуры? У нас нет зарплат штата? Почему до сих пор У нас нет FM-диапазона Во всех городах? Почему у нас нет нормального сайта? Почему у нас нет Много-много чего? Рекламы той же самой Кто-нибудь видел вообще рекламу Народнославянского радио? Ну, покажите мне Где есть реклама За деньги Народного славянского радио Но при этом За деньги Вы встретите рекламу Других каких-то компаний Которые близки к славянству И на самом деле Там уважаемые бизнесмены Которые занимаются этим И они вкладывают деньги в это Вот что означает Деньги И там есть Вложение денег В аппаратуру В студию В тех, кто пишет тексты Тех, кто озвучивает тексты Монтирует И так далее Может быть Как-то мне К этим Ротшардом Рокфеллером Написать Ребят Тут вы это Мне должны Не будете Не будете ли так любезно Денюжки-то выдать Которые вы мне должны А то до сих пор ничего нет У других все это есть А у нас чего-то этого нет Напоминаю Проводится Эксперимент Уникальный Денародное Славянское радио Оно строится Только За счет тех Кто считает Что оно должно быть Не за счет Каких-то бизнесменов Не за счет Каких-то меценатов Спонсоров Или Ротшильдов И Рокфеллеров А за счет Простых людей Тех самых державников Которые поняли Что дальше Так жить Нельзя Надо Что-то менять И менять так Как завещали наши предки Вот только так Есть еще один Интересный вариант Когда Просто приходят Богатые люди Говорят Давай, Алексей Всю свою команду К нам Мы сейчас как раз Думаем о таком СМИ-проекте Будешь там Директором Главным редактором Там всякие Должности Придумывают Говорю А что вы предлагаете Они говорят Ну как Ты будешь У нас в штате Мы тебе будем Платить зарплату Ты будешь делать То, что мы тебе скажем Говорю Замечательно То есть Вы мне хотите купить Вы хотите Купить Очередную Шахматную фигуру На свою Доску Причем уже Подготовленную Со своей командой Это не проходит Не прокатывает По поводу же тех Кто говорит Какие-то Интересные вещи Ну здесь Бизнесмены Понятно Это бизнес Там Все просто Но вернусь К тем Кто говорит В славянстве Еще много Правильных вещей Задаю им вопрос Друзья мои Как вы можете Говорить О чем-то Таком важном Для славянства Если вы Элементарно Не разбираетесь Где слухи Построены На хуцпе А где правда Никто же вам Не мешает Вместе Взвесить Вот сюда Положить то Что вам сказали Сюда положить То что есть Просто взвесить И посмотреть Что правда Что неправда Где слухи Где не слухи Если вы Не обладаете Таким здравомыслием Вопрос Почему тогда Вы о каком-то Здравомыслии Говорите с людьми Почему вы Говорите о том Что не проявляете Сами Почему Вы доверяете Слухам От каких-то людей Которые оказались Ближе к вашему Уху И Не способны Напрямую Задать вопрос Мне Приехать ко мне В гости Посмотреть Как я живу Чем я занимаюсь Как я выживаю Что я делаю Почему Вы доверяете Слухам Но при этом Не видите То что сделано Почему Вы не следуете Простой нашей поговорке Судите У человеке По результатам Дел его Если вы Не способны Это сделать Вопрос Какой вы Имеете право Учить Других людей Этому Может быть Тогда Надо по-другому Задать вопрос Если вы Поддерживаете Вот такую Кривду А на кривде Строится Цивилизация От которой Вы призываете Всех уйти То в этом случае Вы поддерживаете То От чего Предлагаете Уйти Другим И тот вариант Плох Потому что Вы некомпетенты В этом случае И этот вариант Плох Потому что Вы поддерживаете Тех Кто Разрушает Наш мир И навязывает Нам то Что нам Несвойственно У вас Есть возможность Пересмотреть Свои взгляды Сделать Работу Над ошибками И перестать Заниматься Бизнесом А начинать Жить Державно Потому что Бизнес Скоро Отомрет Бизнес Это такая Штука Где надо Что-то Постоянно Выдумать Постоянно С кем-то Сражаться А державность Это когда Вы Делаете Полезное Дело Всему Миру И весь Мир Вас Поддерживает Если Вы Такой То В этом случае Почему Вы Делаете То Что Противоречит Устоям Державы Почему Вы Сначала Думаете О своей Утробе Уничижая Тех Кто Не думая О своей Утробе Делает Что-то Полезное Для всего Нашего Славянского Мира Для всей Нашей Руси Почему Вы Поддерживаете То Что Уничтожает Нашу Русь Почему Вы Не Проявляете Здравомыслия А ведетесь На какие-то Разговоры От Каких-то Людей Которые Может быть Силу Своих Домыслов Обид Непонимания Пришли К какому-то Выводу И Случайно Или Специально Вам Свои Домыслы Вкладывают Вы Что Такие Легковерные Друзья Вы Такие Маленькие Но Неужели Это Очень Сложно По Поводу Дыма И Огня Откуда Взялись Эти Разговоры Про Ротшильдов И Рокфеллеров Был очень занятный случай Сейчас все знают Что Пытаются Возродить Советский Союз СССР-2 Называют Ну много чего Называют Ко мне Приехали люди Которые Связаны Связаны СССР-2 Они Сказали Алексей Вот Скоро Мы Восстанавливаем Весь СССР А там У нас Огромное Количество Денег Причем Не в Рублях РФ А Тех Самых Денег Которые До сих пор По очень Интересному Курсу Можете Эти курсы Посмотреть СЮ И Русские Советские Деньги И российские Деньги Посмотрите Курсы Их Можно Найти В интернете Которые В тысячу Раз Стоят Дороже У нас Этих Денег В Советском Союзе Осталось Огромное Количество Они Все Золотом Обеспечены А поскольку Советский Союз Существует Номинально Он существует То надо Просто Оформить Некие Юридические Какие-то Такие Моменты И После этого Эти деньги Хлынут К нам И мы Построим Мир Счастья Ну здорово Отлично Что вы от меня Хотите Ну поскольку Ты занимаешься Средствами Массовой Информации Поскольку Ты владеешь Теми знаниями Которыми Не владеем Мы Об устройстве Общества То в этом случае Мы тебе предлагаем Как-то в этом Поучаствовать Я говорю Друзья Все очень просто Просто Так Заниматься Какими-то Вопросами Я не буду До тех пор Пока я не увижу Что вы Реально Что-то можете Сделать Потому что Таких обращений Было уже Ни одно Ни два Ни десять Ко мне Обращаются Давай там Это поддержим Это Конкретные дела Мы о них будем Разговаривать Не будет Конкретных дел Разговаривать Не о чем Говорю Что вы можете Конкретно предложить Ну идут Какие-то такие Разговоры Мы тебе Готовы купить Например Там Какой-либо Центральный канал Телевидения Чтоб ты там Стал главным Редактором Чтоб ты там Стал директором Ну не знаю Там Куча-куча Должностей Мы готовы Например Там Купить Майлрук К примеру Весь У нас денег Огромное количество Я говорю Замечательно Все здорово Я рад Буду с вами Сотрудничать В том случае Если первое Мне не будет указаний Что я должен делать Если это все будет По совести Не будет нарушать Наших устоев Если это будет Служить всему Славянскому миру И Руси Никакого давления Над собой Над командой И над теми Ведущими людьми Которые Здесь сейчас есть Быть не должно Да 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 Конечно Конечно Я Этими соображениями Этими переговорами Поделился С некоторыми Друзьями Говорю Вот приходили Такие люди Они сказали У них есть Огромное количество Те люди Которые Уже В курсе Были Которых Приглашали На такие встречи Которым Приезжали Они посмеяли Сказали Ой Да у нас Это все уже было Я говорю Ну да Ко мне тоже Уже звонили Обращались А те Кому это было Новинку Они воодушевились Этими предложениями И стали Разговаривать Со своими Тоже друзьями Знакомыми Направо и налево Естественно Что как в игре Испорченный телефон Было сказано Вот это слово Потом было Дополнено этим Было убрано То Дополнено вот этим И уже До кое-кого Дошло то Что оказывается Это деньги Ротшильдов И Рокфеллеров Оказывается Я уже куплен То есть Без меня Меня родили Крестили Обженили Детей моих Уже крестят А я даже Об этом и не знаю Вот такая Интересная ситуация Еще раз Призываю тех Кто себя Относит к ведущим Людям Жрецам Волхвам И так далее Давайте-ка все-таки Проявим Простую Житейскую мудрость Прежде чем Что-то говорить Вы хотя бы Попробуйте Две стороны Выслушать Хотя бы Разберитесь с тем Что вам говорит Одна сторона Говорит Другая сторона Взвесьте все За и против Изучите вопрос И только после Этого уже Начинайте Что-то говорить Потому что Вас слушают Тысячи людей Каждое Ваше слово Воспринимается За истину В последней инстанции У нас сейчас Очень много Доверчивых людей Которые начинают Просыпаться Они как малые дети Хватаются за любую Информацию И слушают Любую говорящую голову Поэтому Задумайтесь Сами Что вы делаете Если вы Сражаетесь С этой Цивилизацией Обмана То в этом случае Тогда Почему вы Сами Поддерживаете Этот обман Почему вы Не используете Старинные Наши простые Методы проверки Почему вы Хватаетесь Только за один Кончик Не познав Другого Конца Почему вы Не учитываете Что тот Человек Который Вам говорил Он мог Ошибаться Он мог Заблуждаться Он мог Что-то Не так Понять У него Могла быть Какая-то Амбида В конце Концов У него Может быть Просто Какое-то Желание Что-то Получить С того Ком он Говорит Или От вас Получить Может быть Он Кого-то Считает Конкурентом И просто Пытается С точки Зрения Цивилизационных Ведуны Наши Вы никогда Не думали Что Мир цивилизации Еще не закончен И в нем Те, кто живут И получают Деньги Они Постоянно Конкурируют С теми Кого считают Своими Конкурентами Я ни с кем Не конкурирую Я не делаю Бизнеса Я не получаю С этого денег Поэтому Я имею право Об этом Говорить А вот Тот Который Получает Денег Который Везде В себя Пиарит Он Всех Считает За Конкурентов И поэтому Вполне Понятно Почему Он Такие Гадости И глупости Говорит Так вот Задайтесь Вопросом Вы На чьей Стороне На стороне Правды Тогда Будьте Любезны Разбираться По праве Вы На стороне Цивилизации Тогда Продолжайте Поддерживать Хуцпу Все В ваших Руках У вас Есть Возможность Остановиться Разобраться Сделать Надо С тобой Закругляться Благодарю Тебе Алексей Благодарю Богам Нашим Светным Крепкам Нашим Славным За Эту Благодарю Михаил В очередной Раз Что Поднимаешь Интересные И важные Темы От себя Дополню Что Я совершенно Спокойно Смотрю На то Что Кто Про Меня Говорит Потому Что Мне Не важно Кто Что Про Предков Предков То В этом Случае Вы Должны Понимать Что Любое Деяние Сделано Кем-то Даже Теми Кто Производит Хуцпу Оно Вас Должно Усиливать Вы Получаете Прививку И Я Благодарен Всем Кто На нас Нападает И на Меня В частности За то Что Вы Сделали Меня Сильнее За то Что Вы Взрастили Мой Дух Я Вам В этой Жизни Не Понял Я Бо Не Достиг Того Что Достиг Не Сумел Бы Сделать То Что Сделал А Еще Впереди У Нас Много Чего Важного Что Предстоит Сделать Разговоры Разговорами Они Все Сойдут Останутся Дела По Делам И Судить Нас Будут По Нашим Намерениям Делам Результатом Дел Вот Я Делаю Дело Как Это Могу Наши Соратники Делают Дело Как Это Могут Если Вы Видите Что Далее В Таком Мире Извращения Невозможно Жить В В Случай Выходите Из Этого Мира И Начинайте Жить По Совести А Не Просто Говорить Об Этому Разбирайтесь Кто Перед Вами Лжец Кривец Или Все Таки Честный Человек Для Этого Есть Все Возможности Абсолютно Все Только Так Мы Создадим То Общество О Котором Говорят Сейчас Многие Только Так Мы Сможем Жить В Державе По Совести В Ладу С Природой На Семь Я С вами Прощаюсь С вами Было Народное Славянское Радио Алексей Орлов Михаил Ядь Желаю Всем Добра Быть Добру Легкие Писать Чилет Я Рус Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...